Саша, вроде я ревнусь, а ты да. Всем привет, меня зовут Андрей. Последний мой видеоролик завершился. Не очень радостной новостью. Да, это случилось. Саша мне позвонила и сказала, что стоит оборвать наши отношения. По телефону это сделала. Я считаю, что это максимально неуважительно к моей стороне после всего, что с нами было. Просто так мне звонить по телефону и говорить об этом. Я пытался ей дозвониться, потом попал на ее маму. Случилось так, что мы с Сашей наладили контакт в общении. И мы с ней договорились, что я к ней приеду, и у нас будет с ней последний разговор. Который должен расставить все на свои места. Этот разговор должен был случиться два дня назад. Саша каждый раз переносит встречи на следующий день, на следующий день. И я так к ней не могу попасть. Так как я не знаю, во сколько ей на учебу нужно ехать. Я приеду, ее там не будет. Она рано очень ездит. Бывает в час дня может поехать. Бывает в 8 утра. Я съездил в ее университет. И посмотрел расписание. Поэтому я проснулся пораньше. Она не знает, что я к ней приеду. Я никому об этом не сообщал. Она так же самое перенесла. Говорит, давай на следующей неделе встретимся. У меня вся эта неделя забита. Хотя она просто морозит меня. И почему-то боится этого разговора. Поэтому я взял все в свои руки. Помылся. Побрился. И погнали на встречу. Только что я 5 минут, наверное, звонил ей в домофон. Никто не открывал. Полный игнор. Я уже думал уходить, потому что никто не открывает в домофоне. Она же не знает, что я должен прийти. И тут я услышал, как Саша взяла трубку, сказала алло. Я говорю, открой дверь, и она резко сбросила. Хорошо, что какая-то женщина захотела в этот дом. И я попал в подъезд. Чувства какие-то страшные. Вроде бы я не боюсь, но как-то не по себе, когда ты один. Ну что, пойдемте. Саша, открой дверь, я знаю, что ты там. Давай с тобой нормально поговорим. Нам ни по 13, ни по 14 лет, Саша. Ну зачем вот эти какие-то детские непонятные шуты? Почему ты мне звонишь по телефону и говоришь, что нам надо расстаться, потом назначаешь мне встречи, переносишь их, я к тебе перехожу домой, и ты мне просто не открываешь дверь? Тебе все равно на учебу надо. Рано или поздно ты отсюда выйдешь. Хорошо, Саша, у меня времени много. Посижу здесь, подожду тебя. Только что соседка выходила, говорит, я сейчас в полицию вызову, что вы тут стучитесь, ругаетесь. Она не хочет выходить, кричать на весь подъезд, я тоже не хочу. Понимаете, уже все в курсе, что у нас произошло, кроме самой Саши. Привет. 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 Находи. Привет. Привет. Ничего мне сказать не хочешь? Абсолютно. Ты считаешь нормальным звонить мне по телефону, когда у меня непонятно какое состояние, и брать трубку, я же за тебя волнуюсь. Просто говорить, нам надо расстаться после тех двух лет наших отношений. Ты сам сделал свое дело. Ты не нахайпился, и сейчас продолжаешь вот это вот, дальше этот цирк, зачем? Ты только на камеру начинаешь себя нормально как-то вести, проявлять хоть какое-то ко мне уважение, хоть какое-то общение. Без камеры ты меня вообще бы домой не впустила. Я знаю, как бы у нас бы все закончилось. Ты бы просто выкинула бы мои вещи, которые у тебя остались, и все. А перед ними ты хоть как-то себя начинаешь адекватно вести. Почему нельзя сразу сказать, Андрей, я не хочу быть с тобой там. Я тебя разлюбил, у меня пропали к тебе чувства. Зачем это делать по телефону, Саша? Ты знаешь, как мне без тебя плохо. У тебя кто-то другой есть? Нет. Что у тебя из моих вещей осталось? У меня для рубашки. Есть какой-то пакет, сумка, чтобы я все забрал? Я до сих пор не могу понять, что это все так у нас происходит. Так а че ты? Давай, продолжай, снимай. Пусть все знают, как все было на самом деле. Почему я узнаю с твоих переписок, что ты шляешься с какими-то левыми шарами? Ты меня об этом не предупредил. Ты тусуешься с кем хочешь. Подожди, мы с тобой на эту тему говорим. И ты прекрасно знаешь, что у нас с ней тогда было на встрече. Ты опять хочешь к этой теме прийти? Да, хочу. А че ты тебя так должна волновать? Ты шляешься, что-то делаешь. Мы с тобой расстались. Ты мне ревнуешь уже или что? Ты же говорила мне, что у тебя никаких ко мне чувств не осталось сейчас. Я же это всего не снимал. И мы же с тобой спокойно об этом говорили. Как только я начинаю включать камеру, ты специально кричишь, чтобы они посмотрели, подумали, какая ты вся эмоциональная девочка. Ты играешь в какую-то игру непонятную. Камеру назову. Мне кажется, уже достаточно на сегодня. Я разорву платье, малая, не бойся. Я разорву тебя в своей постели. И я живу под твоей коже. Че ж твоя мама всегда так не вовремя приходит? Помнишь, когда первый раз к тебе домой пришел, твоя мама так же не вовремя к нам зашла? И так глупо, но это все-таки воспоминания. Если ты надеешься на то, что что-то между нами больше еще нет, то просто половинутная слабость. Просто уходи. Уходи из моей жизни. Я тебя прошу, больше видеть тебя не хочу. Саша, ну успокойся. Но нам только что было хорошо. Нет. Уходи. Ты не понимаешь или что? Как твои дела? Да нормально. Нос зажил? Так и что там? Просто разбил нос и все. После этого видео Стасу Шквал пошел комментариев, что же с тобой случилось, как там дальше было. Мы в тот же день списались с ним, нормально поговорили, помирили. Больше надеюсь, такого никогда у нас не повторится. Я тоже так надеюсь. В тот момент я чувствовал несправедливость. Я хотел просто тебе помочь. Вот. Ну и в итоге вылетело слово. Ну, блядь, я не ожидал, что меня блядешь реально, потому что, ну, это жестко. В общем, вы не знаете, но у Стаса почти похожая проблема случилась. Он перестал сниматься в моих кис-пранках, которые у меня происходили из-за того, что он тоже нашел девочку, которую очень любил. Так случилось, что они тоже разошлись. Я всегда старался Стаса тоже как-то подбадривать, поддерживать. Теперь я понимаю, что в критических ситуациях лучше вообще ничего не говорить, потому что это может привести к плохим последствиям. Такой вопрос я тебе хочу задать, только чтобы ты подумал и ответил на него правдиво. Что для тебя является любовью? Что такое любить вообще? Ну, я считаю, что когда ты любишь человека, ты просто не можешь без него жить. Не представляешь себе вообще жизнь без него. Без него теряет жизнь всякий смысл? Ну, вот это называется настоящая любовь. Я выпиваю, будто океан, сегодня ночью я буду пьян. Она танцует вокруг туман, дымит кальян. Я твой хулиган, я тобою одержим. Мы останемся и помолчим. Меня так манит твой страстный взгляд. Моя душа отравлена, будто я выпил ян. Она танцует вокруг туман, дымит кальян, дымит кальян, дымит кальян, дымит кальян. С тобою каждый день записаны, тут бриллиантами засыпаны. Я досчитаю до ста, я выпиваю до дна. Я выпиваю до дна. Я выпиваю до дна. Продолжай, касанием убиваю. Отравлены тобою все. Из чего твой яд? Взгляды на тебя подсели. Все тебя хотят. Твои движения все их в окне.